Всем привет! Сейчас будет очень коротенькое видео, но часто люди спрашивают, новички в криптомире, поэтому запишу короткое, но видео, которое объяснит, что такое approve. Когда вы свапаете на Uniswap, либо же на PancakeSwap новый для вас токен, то платформа запрашивает у вас разрешение на взаимодействие с этим токеном. Это и называется approve. То есть для того, чтобы продать новый токен, вам нужно сначала его одобрить, только после этого произвести транзакцию обмена. У меня на канале также есть видео, как сделать предварительный approve до того, как монета вышла на листинг. То есть до того, как монета начала продаваться, вы можете сделать предварительный approve и таким образом выиграть время и заработать больше денег, если вы собираетесь сразу же этот токен продавать, как только он залистится. Давайте посмотрим на разных свопалках, как выглядит кнопка approve. Когда я хочу обменять, к примеру, токен polls на эфир, у меня вот здесь выскакивает кнопочка allow the Uniswap protocol to use your polls. Это значит, что вы должны сначала разрешить Uniswap взаимодействовать с этим токеном. То есть только после этого вы можете нажать кнопочку swap и, соответственно, обменять токен. То есть нам сначала нужно нажать эту кнопку, у нас выскакивает окошко в метамаске, и здесь написано разрешить потратить такие-то токены. Вы нажимаете подтвердить, за это у вас снимается комиссия. Неважно, на эфире вы работаете либо же на Binance Smart Chain, либо же на полигоне, все равно у вас будет за это комиссия. Просто на эфире комиссия больше, на Binance Smart Chain намного меньше, на полигоне вообще почти бесплатно, особенно на approve. На PancakeSwap эта кнопочка выглядит немного по-другому и называется approve. Если на Uniswap allow, то есть разрешить, то на PancakeSwap прям название на английском approve. Это также подтверждение на взаимодействие с этим токеном. Мы нажимаем на кнопочку, и у нас выскакивает такое же окошко метамаски, но комиссия у нас уже будет сжигаться в BNB, а не в эфире. На моем YouTube-канале вы можете найти видео предварительного approve'а, как для Uniswap, так и для PancakeSwap. И третий обменник, который сейчас набирает популярности, это QuickSwap. Совсем недавно снимала на него обзор. Это свапалка, но в сети Matic, Matic Network, то есть полигон, это одно и то же. Здесь эта свапалка называется QuickSwap, то есть по аналогии как с Uniswap и PancakeSwap. По сути QuickSwap это fork Uniswap, то есть это версия V2. Обзор более подробный вы сможете посмотреть на моем YouTube-канале. Как только выйдет с монтажа, я его добавлю, для того, чтобы понимать, как пользоваться этим обменником, какие здесь есть функции. Но поскольку это fork Uniswap, он безумно похож на него. И тут особо ничего не поменялось, кроме того, что это все все тематика. И комиссию у вас будут съедать в токенах Matic. На Uniswap в эфире, на PancakeSwap в BNB и на QuickSwap в, соответственно, в Matic. И последний пример. Если вы хотите обменять на QuickSwap ваши токены, то предварительно вам также нужно сделать approve. И кнопочка выглядит вот таким образом. Называется она тоже approve. Approve и название токена, который вы хотите обменять. В моем случае это Defun. Если я хочу обменять один Defun, к примеру, на Matic, то мне нужно сделать предварительный approve. Я нажимаю на эту кнопку и выскакивает, опять же-таки, окно в MetaMask. Но, то, что я говорила, комиссия здесь почти бесплатная. Ну, грубо говоря, да, бесплатная. Вот транзакция approve займет у меня 0.000000 долларов, либо же 0.001 Matic. Ну, то есть, по сути, это бесплатно. Вот почему Polygon сейчас набирает очень большой оборот и увеличивает свою капитализацию очень быстро. Все. Надеюсь, видео было коротким и информативным. Спасибо. Ставьте лайки. Продолжение следует...